Администрация работает в своем таком чиновничьем стиле. Да, вот есть мусорка, ее надо вывозить два раза в день. Этому емкому принципу подчинено, кажется, все. Но есть и еще один – денег нет. Его красноярцы слышат чаще, особенно когда речь заходит об уборке улиц, свалок и уры. И, казалось бы, аргумент, с которым сложно спорить, ведь бюджет верстается в условиях дефицита, а ЖКХ – вторая по значимости сфера финансирования. В этом году программу развития жилищно-коммунального и дорожного комплексов оценили в 4 миллиона 847 тысяч. Но сколько из этого уйдет на уборку, отследить сложно. Все наши муниципальные контракты комплексные, и эти работы внутри муниципальных контрактов. Это ответ на вопрос, сколько денег муниципалитет заложил в этом году на уборку. Как видите, никакой точной суммы, есть лишь муниципальные контракты. За скверы у нас отвечает Управление зеленого строительства, за дороги специализированное автотранспортное предприятие, дорожно-ремонтное предприятие Левобережное, Ленинского района и Свердловского района. За скверы компания получает 257 миллионов рублей, за дороги, в общем, 470 миллионов. Мы, соответственно, конечно, сделали помимо чистой пятницы, чистую среду, где мы привлекли наше учебное заведение высшее, это и СФУ, это и наш финансовый колледж. И ребята шли по территории и просто убирали. Подождите, а коммунальные службы-то где? Коммунальные службы, они же основную, они же, это уличная дорожная сеть, она же не идет в газон там. В газоне есть свои там, как бы, нормативы. Дороги отдельно, газоны отдельно. Так в июне глава железнодорожного района объяснял, что делают власти, чтобы свалок на бесхозных газонах не было. Тут на помощь приходят студенты и школьники. По такому же принципу все лето трудовые отряды убирали скверы и парки. На 18 объектов вывели 150 мобильных бригад. Во-первых, есть различные виды деятельности, которые, например, чистка брусчатки в скверах, которые ребята занимаются, насколько я знаю, я могу ошибаться, этим не занимаются представители организации партнера. Мы заключаем соглашение о совместной деятельности. Кажется, уборка в нашем городе организована по остаточному принципу. Примером тому могут служить хотя бы урны на Вантовом мосту. Хроника событий такова. В эфире большой уборки в июне появились фото переполненных урн. Спустя несколько дней их демонтируют на всем протяжении моста, оставив один бак под мостом. Очевидно, что зацепить один большой контейнер проще, потому что это уже контракт на содержание улично-дорожной сети. Эксперты уверены, никаких других денег на уборку в городе просто не выделяется. На такие вещи деньги из бюджета не выделяются, либо выделяются в ограниченном количестве. Даже если взять сайт госзакупки, его промониторить, можно увидеть, что там большое количество закупок, посвященных ремонту дорог, посвященных ремонту каких-то инженерных сооружений. А по поводу их содержания закупок не так много. Но только в городском совете, где согласовывают выделение дополнительных средств, говорят, к ним с такой просьбой никто не приходил. Но и сами депутаты видят проблему не в недостатке средств, а в неправильном графике уборки. И получается так, что у них что в рабочий день, что в выходной день ритмичность одинаковая. Это, конечно, нарушение. Это неправильно. Это надо менять. Надо составлять эти графики. Все зависит от того, какая погода. Погода хорошая, люди пошли. И здесь надо быть, конечно, безусловно, более мобильными. И здесь вопрос и ответственность лежит на администрации. Только с чиновников, очевидно, устраивает и то, что есть сейчас. А как иначе прокомментировать вот такой ответ на вполне знакомый вопрос? Так почему денег-то всегда не хватает? Денег на уборку города в настоящий момент заложено в соответствии с муниципальной программой. То есть муниципальная программа будет выполнена. Только мусор – это не люди. Он не способен встать в очередь в ожидании исполнения муниципальной программы. А учитывая, что бюджет выставится планово на несколько лет вперед и не способен к маневрам, выходит у мусора только один путь – копиться. До тех пор, пока окружающие не забьют тревогу. Елизавета Курочкина, Виктория Лопатайте, Николай Чистяков, Владимир Антонов. Новости ТВК.